МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителю экранов приветствую я, ведущий программы, Иван Игнатов. Здравствуйте. Сегодня начнем с нашей постоянной рубрики Мира Клир. Как обычно, вопросы духовной жизни обсуждают Дарья Трофимова и ее постоянный собеседник, протерей Георгий Чернышев. Здравствуйте, Тест Георгий. Здравствуйте, Дарья. Тест Георгий, знаете, хотелось бы поговорить сегодня о том, что такое крест, который дается человеку. Как он дается, как, может быть, Господь выбирает, и почему некоторые не доносят этот крест. Потому что действительно, мне кажется, вообще даже не каждый человек понимает, какой крест ему дан, и что ему нужно нести, что ему нужно терпеть, ради чего, и вообще, как ему себя в этой жизни вести. Вот вообще, что такое крест, как определить человеку, что он должен нести. Понятно. Вопрос очень серьезный. Как бы очень правильно вы сказали, что некоторые люди и не понимают, что такое крест. Ну, как говорят святые, крест – это то жизненное обстоятельство, в котором в данный момент человек находится. Вот. Крестом может быть и священство, крестом может быть и монашество, крестом может быть и профессия определенная, да? Вот. Если… То есть крест – это какая-то определенная Богом обязанность человеку на всю жизнь. Я хотел бы здесь сказать, что совершенно понятно, что крест дается Господом, вот, но он не без человека дается Господом. Человек все равно этот крест выбирает. Вот, может быть, чтобы было понятней, вот, в данном констексте, если поговорить, я бы, может быть, хотел бы, знаете, вспомнить сейчас вот один момент, такой очень интересный из своей жизни, вот, для тех людей, кто все-таки уже понял, что такое крест, а, может быть, мы потом поговорим более подробнее в другой передаче о крестах, какие они бывают. Вот. Для тех людей, которые поняли уже, что он все-таки крест несет, он свой крест знает, и он его не может донести, и начинает уже, наверное, роптать, что почему, вот, как говорят все святые отцы, что Бог не дает креста того, который человек не может донести. Ну, почему же я свой крест не могу донести, почему же у меня постоянно, вот, я падаю под игом этого креста. Знаете, мы недавно встречались с одной инокиней, которую я давно уже знаю, еще знал ее по Борисоглебскому собору задолго до того, как она стала инокиней одного из монастыря. Ну, вот мы с ней беседовали на духовной теме, и, конечно же, вот, проблема креста, она была, вот, как бы, может быть, главной темой этого разговора. То есть, как вот бывает, нам на самом деле очень тяжело. Казалось бы, вот, вроде понятно, да, вот, ну, вот моя задача, вот мне Господь ее поставил, вот я сам это выбрал, да, но почему меня так сгибает, что иногда приходят мысли, что, может быть, даже отказаться, может быть, это не мое, а еще лукавые вториты, говорят, да, да, это не твое, вообще, брось это и возьми что-то другое. Вы знаете, она мне напомнила один свой сон. Хоть у православных не принято веровать с нам, но здесь речь не о том, веровать с нуля или не веровать. А сон, конечно, такой очень интересный и поучительный. И сон помог не только вот ей, как она говорит, в жизни разобраться, как же все-таки дойти до конца со своим крестом, хотя ей еще идти, идти, ну, как может быть, но помогла и мне на какие-то вопросы, на очень многие, ответить. Вот она рассказывает, однажды батюшка говорит, снится мне сон, как будто, говорит, я нахожусь в Борисово-Глебском соборе, и священник говорит проповедь. И как раз он говорит проповедь о том, что человек не может войти в Царствие Божие без креста. То есть обязательно человек входит в Царствие Божие, внося свой крест туда. То есть без креста войти нельзя. И говорит, вот батюшка говорит эту проповедь и стоит сам возле большого, говорит, такого, ну, как будто бы мраморного, такого тяжелого-тяжелого креста. И говорит, что вот, чтобы вы понимали, что слова священника, они не пустые, говорит, я беру свой крест ради вас, ради послушания Господу, вот, ради своего спасения, беру и несу его. И вот, говорит, я вижу во сне, как батюшка поднимает свой крест, еле-еле его поднял, но, говорит, так уверенно его держит и говорит, а вот теперь смотрите, вот там, говорит, комната, вы, говорит, зайдите и выберите себе каждый тот крест, который вам, ну, как кажется, больше приглянется. И, говорит, говорит мне, а ты, Ирина, там, или Маша, или Марина, иди вперед и выбери свой крест. И, говорит, когда я зашла в комнату, говорит, меня поразило просто разнообразие крестов. Говорит, были какие-то такие вот некрасивые, красивые, большие, маленькие. И, говорит, я вот выбирала, конечно, сначала, говорит, хватало тех, которые полегче, которые покрасивее, у которых там камни переливались, вот. Ну, говорит, чуть подержу в руках и, ну, не нравится мне. Говорит, я себя поймал на той мысли, что я очень долго выбираю, то есть, батюшка, ты так там же крест свой держит, то есть, он уже там тяжелый такой крест, а я все выбираю, выбираю. И тут мне, говорит, попадается крест такой черный. Вообще, представляю, черный крест, тоже как будто из мрамора сделанный. Я его не могу оторвать. Ну, попробовала, и неподъемно он, и я его отпустила. И пошла другие выбирать. И опять я подхожу к этому кресту. Потом опять другие выбирают. Опять подхожу. И кричу, говорит, батюшка, через дверь, батюшка, я вроде бы как нашла свой крест, только, говорит, я его поднять-то не могу. Говорит, не знаю, вот мой он или не мой. А батюшка мне говорит, а это для того, чтобы ты хорошо подумала, брать тебе этот крест или не брать, потому что этот крест тяжелый. И тогда, говорит, я как-то подумал, люди меня там ждут. Я, говорит, все-таки этот крест смогла оторвать от земли. И вот когда, говорит, я его взяла в руки, он начал сильно шататься в разные стороны. Я никак не могу сбалансироваться с ним. А когда, говорит, сосредоточилась, вот все свое внимание сосредоточила на этом кресте, смотрела только на него и думала только о нем, и как мне его из комнаты вынести. Он у меня остановился и перестал шататься в разные стороны. Я, говорит, вышла с ним из этой комнаты и, говорит, иду за батюшкой за своим. Здесь мне захотелось посмотреть, а кто еще пошел в эту комнату? Кто-то еще за батюшкой пойдет или нет с этим крестом? Ко Христу. И, говорит, как только я свой взгляд куда-то в сторону повела, он у меня раз и начал, говорит, падать. Опять, говорит, я на нем сконцентрировался, вот он у меня выровнялся. Вот держу его, и не такой тяжелый кажется. То есть поймала, говорит, вот этот баланс. Ну, говорит, интересно, говорит, у меня все-таки есть. Я, говорит, опять в сторону. Кто-то там за нами еще пошел. Как только я от него взгляд свой отрываю, он тут же начинает у меня падать, да еще падает на меня, как будто сейчас меня предают. И тогда мне батюшка говорит, смотри на свой крест. На других не смотри. И мы пошли. И вот с этим, говорит, я проснулась. Вот на самом деле, вот когда вот эта Иннокене рассказывала про этот сон, Иннокене, я хочу обратить внимание на наши телезрители, сон ей приснился задолго до того, как она пошла в монастырь. Вот сейчас она Иннокене, и уже не первый год в монастыре, И несет вот этот действительно крест черный, то есть монашество. На что хотелось бы обратить внимание. Вот смотрите, тоже интересный момент, да, вот мы очень часто смотрим на других. Не на свой крест, который несем, а смотрим на других, как другие несут кресты, несут ли они вообще. Посмотрите, это везде. Это в монастыре. Вот есть тебе, дали тебе послушание, да, поставили тебе на определенную должность. Все, смотри только на свой крест. Не смотри, как это делают другие. Не смотри, как другие падают там, допустим, да, или наоборот, куда-то их превозносят. Сконцентрируйся на несении своего креста, и тогда ты дойдешь. Вот отвечая вот на вопрос, почему многие говорят, что не доносят креста, я думаю, знаете, вот этот вот, наверное, сон, так он поучительный. И он на многие вопросы отвечает. Потому что мы не смотрим на свой крест, сконцентрировав внимание только на нем. Очень часто смотрим по бокам. Как тот несет, как тот несет. Еще такой один момент. Когда вот мы говорим об этом, обо всем, все мы еще должны понимать, вот ради кого мы этот крест несем. Вот если мы этот крест несем ради спасения, ради Христа и ради себя, тогда мы не часто смотрим, часто, вернее, не смотрим по сторонам. Мы не ждем похвала того же владыки, что он нас похвалит, какие мы молодцы. Мы ничего особенного не делаем. Мы делаем только то, что должны сделать. И поэтому, что ты ждешь похвала или обижаешься, если тебя не заметили в твоем труде? Ты взялся за крест? Все, иди и неси его. Допустим, если мы на клиросе поем, вот как мы должны петь Богу? Мы поем для кого? Мы должны петь для Господа и для тех людей, которые должны с помощью нашего пения тоже так же как-то духовно обратиться к Господу. Как это нужно делать? Это нужно делать всегда на пятерку, даже всегда больше, чем на пятерку. Это нужно самотвежно. Как должен священник служить? Всегда больше, чем на пятерку. И не только это священство, и не только это клиросы, и не только это церковные люди. А это, еще раз повторяюсь, вот мы в той передаче говорили о талантах, о наших профессиях, которые каждый выбрал или кому-то дана эта профессия. Но иди ты в этой профессии, делай ты ее лучше всех, вот именно в хорошем смысле слова. Делай ее всегда на пятерку. Пусть это твой крест, пусть он тяжелый, но ты донесешь его. Но если не получается, батюшка, я вот многое ведь понятно, многое, да, мы понимаем, что мы должны нести свой крест, мы должны делать это ради Христа, мы должны делать это ради Бога. Ну вот кто из нас это действительно, вот если честно себе признаться, кто делает это действительно не ради себя, даже может быть кто-то себе и не признается, но все равно вот доля какого-то, ну вот такого, гордыни какой-то. Ну конечно, потому что здесь нет. Она в этом есть всегда, и иногда, я говорю, даже не подозреваешь ее, но с ней по-любому получается нужно бороться. Потому что человек и суть. Вот я и говорю, почему мы не доносим, почему он нас придавливает, потому что по сторонам смотрим, потому что не концентрируем с нее свое внимание на несении своего креста. А что нам может помочь вот как-то в этом? Цель. Цель и задача. Ты зачем крест взял? Для чего он тебе дан? Чтобы он тебя привел в Царство Божие. Это если хотите твой мостик, который поможет тебе перейти вот по этой дорожке от человеческого бытия сегодняшнего к человеческому бытию завтрашнему. То есть цель и задача. Если ты понимаешь, зачем ты этот крест несешь, да, для того, чтобы спастись, для того, чтобы быть в Царстве Божьем. Все. Это самая главная и важная цель для человека. Не смотри по сторонам. То есть средства. Средства к этому определены уже давным-давно, уже две тысячи лет. Господь говорит, сози жду церковь свою, и врата ада не одолеют ее вовек. Это молитва. Это церковное общение. Церковь – это не только здание, в котором мы ходим молиться. Церковь – это все мы. Это помощь друг другу, служение друг для друга. Ни в коем случае не завидовать друг другу. Потому что, когда мы начинаем завидовать друг другу, мы пытаемся взять чужой крест. А ведь, знаете, ведь у нас с вами физические силы даже разные. Одного на грузе 50 килограмм, и он будет идти и радоваться, как ему легко, да. А другого эти 50 килограмм придавит так, что он и встать даже не сможет. Но кто-то завидует. Поэтому средства, они всегда определены. Во-первых, это таинство церковное. Да, это исповедь постоянная. Вот что такое исповедь? Да, некоторые тоже исповедь. Кто-то нас уже исказили. Вот пришел, просто назвал там, ну, что не соответствует там заповедям Божьим. Да, а исповедь, прежде всего, это титанический внутренний трот. Это внутренняя работа. К исповеди недаром святые отцы говорят, что нужно готовиться к этому. Как готовиться? Это все значит откинуть, это значит сконцентрироваться на держании своего креста. То есть подумать, что я делаю не так. Вот побороться внутри себя, действительно определить. Вот, знаете, такой есть один момент. Очень часто, ну, жалуются там, ну, меня начальник наругал. Вот размышления православного человека по этому поводу, да, и неправославного, они будут очень неодинаковые. Православный человек сразу начнет скопаться, вот, правильно, выстроенная духовная жизнь православного человека, она заставляет православного человека скопаться в себе. Не в начальнике, который, как нам кажется, несправедливо к нам отнесся, а в себе. Если начальник ко мне отнесся несправедливо, значит, ну, что-то не так. Во мне, не в нем, во мне. Значит, Господь хочет до меня как-то через него достучаться. И человек, вот так анализируя свой путь, да, жизни, приходит к каким-то выводам, находит какие-то ошибки, приходит на исповедь. И не перед священником, а перед Господом. Священник, он просто рядышком стоит и принимает наши грехи. Да, Господи, я понял, в чем дело, я не прав, я постараюсь исправить, я сделаю все возможное, чтобы вот это исправить. Опять же, мы говорим о чем? Потому что человек должен сконцентрироваться на себе, на нанесении своего креста. И тогда он не будет нас придавливать. Тогда и монашество будет в сладость, как это было в сладость для монахов, тех, о которых мы сегодня в книжках читаем, и о тех, кого мы сегодня тоже видим, которые несут труды ради любви к Господу, ради любви к ближнему, ради любви к Матери Церкви. Тогда будет все легче. Не смотреть ни на кого, нести только свой. Но вот как начать все-таки, наверное, вот этот путь несения креста? Ведь потому что, может быть, у некоторых он и есть, но как-то вот он там лежит в сторонке, никто его не несет, он там как-то пылится. Как начать вот действительно вот эту духовную работу? Ведь должно быть какой-то вот первый шаг. Конечно, первый шаг, он всегда должен быть в сторону храма. Вот как начать учиться, ну, как вот стать медиком, да, с чего начать? Как стать учителем, с чего начать, да? Как вообще стать ученым человеком, с чего начать? Ты сделаешь шаг в сторону, в ту сторону, где тебя научат быть ученым, да? Врачом, там, военным, водителем прекрасным, там. Так и здесь, нужно просто прийти в храм. Человек, когда приходит в храм, недаром же говорит, что храм есть институт жизни. Да, есть институт, который учит нас профессии. А храм – это институт жизни. То есть это тот институт, где нас учат, как правильно жить и как правильно спасаться. Зачем правильно жить? Это только для духовных вот людей, которые духовный вопрос волнует, и для них только этот вопрос волнующий. Зачем мне правильно жить? Ну, потому что я понимаю, что вот что-то не так вот во мне, да? Что-то вот я все имею. Ко мне недавно пришел мой давний, тоже знакомый, с ним когда-то в армии служили, уже 20 лет почти назад. Знаете, человек очень, ну, молодец, он парень, всегда такой был трудолюбивый, успешный. Сейчас он достаточно успешный бизнесмен, который, в принципе, добился всего, что касается материальном плане. Вот пришел и говорит, ты знаешь, батюшка, все у меня есть, все, что нужно человеку, а я чувствую, что я нищета, что у меня нет чего-то такого, что вот должно именно быть у меня. Я понимаю, что все, что вот я заработал до этого дня, да, вот, я там обеспечил, я кому-то что-то помог, но у меня-то чего-то не хватает, я чувствую себя нищим. Я ему просто предложил прийти в воскресенье в храм. Я говорю, ты просто приходи в воскресенье в храм и просто побудь на службе, и, может быть, ты что-то поймешь. И вы знаете, слава Богу, он вышел из храма, улыбаюсь, он сказал, я говорю, знаю, что нужно искать, я говорю, знаю, чего у меня нет, я знаю, чем я должен обогатиться, я знаю, что главное. И вот когда человек начинает это искать, и когда он уже начинает идти к Богу, да, то тогда он и понимает вообще, с чем он должен туда прийти. Но ведь люди в храме очень многие есть, которые не несут своего креста. Не несут. Есть такие люди. Конечно, есть. Это, ну что, это не секрет, это есть. Так же, как есть врачи, которые не лечат. Правда ведь? Так же есть, которые, ну, военные, наверное, которые просиживают. Так же есть и полицейские, которые не защищают. Так же есть и уборщики помещений, которые могут халатно. Все это везде есть. Но здесь, опять же, дело каждого человека. Вот смотрите, мы замечаем этих людей в храме, да? А мы их, по большому счету, не должны замечать. Вот их должен заметить священник, пастырь, которого поставил Господь, чтобы руководить пастырем. Вот он должен заметить этих людей, которые не несут своего креста, не хотят его нести. Или, что еще самое страшное и самое больное, когда свой крест перекладывают на других и пытаются рядышком пройти. Вот это должен заметить священник. И сказать человеку, что ты, дружок, не обольщайся. Ничего нечистого в Царство Божие не войдет. Ты должен этот путь пройти. Не перекладывая ни на кого, ты должен это пронести. Ты должен учиться терпению и смирению. Вот и все. А мы, мы, те люди, которые в храме, мы не должны замечать этих людей. По одной простой причине. Возвращаясь к тому сну, о котором я рассказал, что как только мы начинаем смотреть в сторону на кого-то, наш крест начинает очень сильно играть, балансировать, и мы его удержать не можем. Вот и все. Поэтому здесь, я думаю, так, приоритет больше для священника, которые к этому поставили. Вот смотрите, как тяжело. Он должен свой крест нести. На своем кресте должен быть сконцентрирован. И сколько он еще должен крестов поднять, сколько он должен еще вручить кому-то. Кто бросил, уже сказал, я не понесу. Я не могу, я не донесу. А батюшка, держа свой крест, должен присесть с ним рядом и сказать, дружище, бери, это твой. И он самый легкий, самый хороший, самый удобный. Ты просто его почувствуй, просто пойми. Ты просто сконцентрируйся на нем. Пойми, в чем смысл этого креста. Но крест, некоторые полагают, что это вот так вот и понимается, что это такое материальное. А крест – это ведь духовное состояние человека. Ты пойми, почему эта жизненная ситуация для тебя дана. Зачем она тебе? Вот когда человек концентрируется на этом, когда он копается, он понимает, для чего. И тогда он с этим идет, и живет, и спасается. Ну что ж, Тест Георгий, спасибо большое. За ответ на вопрос дай Бог нам мудрости и сил нести наши кресты и донести их. Да, быть внимательными и все-таки не смотреть по сторонам, как кто несет свой крест, нести свой крест прежде всего. Еще раз спасибо, всего доброго. До свидания. Но сейчас отправляемся с вами в путешествие по городам и весям. Сегодня мы побываем в селе Собчаково, Спасского района. Большего века назад там появился водный источник, от которого происходило множество исцелений. Затем возле него был выстроен Никольский храм. Впрочем, приходская жизнь здесь была прервана в 30-х годах прошлого века. Потом пришло запустение, церковные здания пытались взорвать. Но два года назад местные жители решили храм восстанавливать. Историю Собчаковского источника и храма изучил Глеб Кипарисов. История создания Никольского храма в селе Собчаково поистине чудесна. В 1888 году местный крестьянин Мартын Хрисантович Семенов копал землю у односельчанина Мефодия Николаева и нашел в земле медную икону Казанской Божьей Матери. Размером образ был всего в вершок. В том месте, где была сделана чудесная находка, забил родник. Узнав об этом, потянулся к святому источнику православный люк. Множество примеров исцеления было от воды из этого источника. Так, например, крестьянина деревни Ухарская Михаила Преснякова разбил паралич и отказала левая сторона тела. Он слег в постель и долгое время не мог подняться. Его жена принесла будиль со святой водой из источника и искупала Михаила. Скоро он не только быстро выздоровел, но и так быстро восстановился и окреп, что подрядился на тяжелую работу. Мальчик 13 лет Мощнов Василий был от рождения слепым. Его отвели к месту в обретении иконы, отслужили молебен и несколько раз промыли глаза водой из источника. И слепой от рождения прозрел. И это всего лишь несколько случаев, а было их немало. Благодарность люди несли средства на строительство в селе Храма, а этот целебный ключ бьет и по сей день. Здесь вот постоянно жители, кто приедет и набирает воду. Постоянно. Вы сами тоже, да? Ну и сам я прихожу. Помогает от болезни? Ну вот, каждый вот, как прихожу сюда, иду, ну вот я на объект, там вот живу, где вот вышка. Вот, прихожу, всегда бокальчик выпью. На средства, принесенные благодарными за исцеление людьми, в период с 1890 по 1909 год местный священник Георгий Слободский возвел первоначальное здание церкви. Престолов в ней было два. В честь святителя и чудотворца Николая и в честь казанской иконы Божьей Матери. Недолго суждено было продлиться спокойной и размеренной жизни прихода. Уже в 1935 году Спасский революционный комитет принял решение о прекращении колокольного звона в нем. А в 1939 году церковь была окончательно закрыта. И несмотря на то, что какое-то время там находился клуб и ясли, впоследствии это не спасло здание от разрушения. Помню только, когда ее разрушали. Как разрушали помню? Да, помню. Это в какие годы было? Это в 60-е годы. Был, что у нас тут председатель Иванеев. И вот он нанял. Он так говорит, меня заставили. Тут подбивали, на столбой ставили. А потом туда баллоны нас засунули, обнили соляркой и зажгли. И знаешь, какая страсть была. Надежду на восстановление, так же, как в свое время на постройку храма, принес святой источник. Более 10 лет назад о нем вспомнили снова. И православные люди устремились с Собчакову в надежде на исцеление, помощь и вразумление. Тогда зародилась в сердцах местных жителей мечта возрождения храма. Окончательное решение было принято в этом году. Я бы, как говорится, сам старик, как говорится, старый уже 65 лет. Я за, чтобы установить. Но это тут, хоть и уже сейчас, как говорится, жителей тут мало, но все равно. Пошла навстречу местным жителям и администрации села. В первую очередь решено было очистить здание церкви от мусора. Для этого собрались с лопатами и граблями и старые, и малые. Было народно, но полноцерковь. Вот же было там, трава, все очистили. Там же все обрушилось. Убирали весь храм, потому что там, в общем, он весь был загаженный, как так сказать. Поэтому люди принимали очень активную участие. Вы принимали участие? Ну, вроде бы, раз я живу, и, конечно, конечно, все с лопатами. Четыре батюшка были, дети, почитали, все помолились. Церковная служба была. Был здесь глава администрации, был наш, глава Спасского района Тиханкин был. И очень много, я даже не ожидала, что в Собчаке столько людей. Вот сейчас, по крайней мере, очень много было людей, буквально вся площадь вот внутри храма была усеяна цветами, заставлена. И, в общем, люди так очень с пониманием отнеслись ко всему происходящему. Тогда, во время общей молитвы, прерванной когда-то на несколько десятилетий, люди вновь ощутили себя единой паствой и обрели твердое намерение всеми силами помочь делу возрождения храма. Если в селе есть церковь, то как бы село как бы оживает. Восстановление, конечно, мы поможем, они говорят, что помочь надо, но мы поможем. Но население, конечно, не в силах все восстановить, это очень большие деньги. Батюшка Троицкий, это вот из соседней деревни, где служба бывает по воскресеньям и по таким торжественным датам, сказал, что с Божьей помощью, мол, восстановится. На чьи средства? Потому что жителей местных очень осталось мало сторожить. Вот буквально у нас одна бабушка за 90 осталась, а все остальные потихонечку вот ушли в мир иной. Поэтому, ну, много приезжих. И, во всяком случае, вот среди, я так посмотрела, среди приезжих, вот переселенцев так называемых, были здесь. Все люди душой как бы хотят обращаться к Богу, или это, кажется, в лучшую сторону будет всем. Это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я обращаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok